Добрый вечер, в прямом эфире общественно-российской телевидения, программа «Здесь сейчас». Третий день правительства России работает практически в полном составе и, по-моему, как раз имеет смысл поговорить о планах правительства и о том, как эти планы соотносятся с тем, что реально происходит в нашей стране здесь и сейчас. Вот, например, в последние две недели как-то подозрительно растут цены на бензин. Подозрительно, потому что, как правило, за ценами на бензин растут цены на все остальное. Государственная Дума даже пригласила нового министра топлива и энергетики Виктора Калюжного выступить послезавтра там, где, собственно, они будут обсуждать новые законопроекты, связанные с бензином. На самих автозаправочных станциях сегодня простые автолюбители объясняли это подражание налогами. А это самое простое – взять и накинуть цены на бензин, налог с бензоколонок – это просто, понимаете? Для этого мудрства не надо лукаво. Или, во всяком случае, много ума не надо. Это самый простой вариант – взять и вытащить. А вы попробуйте составьте комбинацию ходов таким образом, чтобы деньги, которые ушли за бугор, там, были украдены, каким-то образом вернулись сюда, а не так, что взять опять у народа из кошелька, из кармана вытащить. Это просто. Станет нерентабельным содержание такого количества пистолетов на колонках. Уменьшение количества пистолетов, уменьшение колонок приведет к очередям, повышением цен на бензин. Самое главное, что, мне кажется, произойдет – возрастут цены на продукты питания, на население. Это скажется вот именно на население. А это уже вопрос принципиальный, поскольку все разговоры последних месяцев о налогах, о налогах в стране, где что-то делается для людей, приводили только к дополнительным поборам. Здесь сейчас новый министр по налогам и сборам Александр Поченок. Добрый вечер, Александр Петрович. Добрый вечер. Итак, в пятницу будет Дума рассматривать законопроект о введении налога на автозаправочные станции. Вы уверены, что это не спровоцирует нового скачка цен? Уверен, потому что на самом деле скачок цен уже был. Более того, его масштаб в три раза превосходит предполагаемое поступление от этого налога. То есть владельцы заправок уже себя обеспечили. Чтобы было понятно, цена вопроса – добыть нефть, перекачать нефть, сделать бензин, закачать бензин на бензозаправку, допустим, условно рубль. И такой же точно рубль – это прибыль, которую получают от продажи бензина. Как вам рентабельность 100%? Неплохо, а? И почти никаких налогов. Второй пример. При самых плохих условиях налог на заправочные станции поднимает цену на бензин примерно на 20 копеек. То есть сегодня 93-й по максимуму стоит 4,60? 4,80, допустим. Максимум будет 4,80. Но на самом деле, если вы посмотрите, в разных регионах страны вот это весеннее повышение цен на бензин было рубль, было полтора, было 3 рубля, как в Петербурге. То есть еще налог не был введен. То есть представляете, какой эффект получился? Только что, буквально час назад, к нам вратилась Сургутская межрегиональная топливная ассоциация. Они считают, что введение налога ударит прежде всего по малому предпринимательству, что уничтожит достижения последних лет, то есть реконструированные и новые АЗС. И также, по их мнению, предыдущая идея правительства сделать единый налог на потребление, когда с конечного продавца по фиксированной ставке взимается налог, на их взгляд лучше. Я вам передаю их обращение, если хотите, можно поставить комментарии. Спасибо. Только, во-первых, это налог на потребление. Во-вторых, обращаю ваше внимание, что он берется независимо от количества пистолетов. Вот там как раз на экране показана была заправка на одной колонке несколько пистолетов. С нее один налог берется, а не от количества пистолетов. То есть, пожалуйста, ставьте современной заправке тот же самый налог. Более того, мы готовы сейчас установить определенные пределы. Если бензин поднимается свыше определенной цены, этот налог не взымать, как сделали с экспортной пошли на нефть, и получилось справедливо. Тоже ограничитель. Дальше. Сейчас антимонопольный комитет, МВД, вот на примере Петербурга, отрабатывали механизмы борьбы с ростом цены. Вы обратите внимание, тоже кое-что получилось. Там цены потихонечку пошли вниз. То есть, для того, чтобы не было рост цен, можно их так вот прессинговать. И еще раз напомню, мы берем несколько процентов с оборота в той области, где раньше налогов не было. И естественно, вот с такими малыми предпринимателями немножко будем бороться. Обычные малые предприниматели получают 7% дохода на рубль. Тут 100%. Полчаса назад агентство распространили информацию со ссылкой на замминистра финансов Олега Вьюгина. Правительство России планирует внести в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на бензин. Будут акцизы и налоги. Акцизы или налоги? Это полгода назад начали обсуждать эту тему. И действительно был первый вариант, предусматривающий повышение акцизов на бензин. Но почему от него отказались? Как раз по тем причинам, о которых говорили сейчас люди. Первое. Если повышать акциз на бензин, а это на заводах, страдают заводы. Так? Производители. Там вот в этом обращении, кстати, про это говорится. Правильно. Второе. Повышение акциза на бензин – это неминуемый рост цен на продукты. Обратите внимание, акциз не на бензин, а на бензоколонки. Что это значит? Это значит в армии бензоколонки без налога, на селе бензоколонки без налога. То есть будем заправляться в армии и на селе, да? Ну понимаете, вы же и я все равно до села не наедем. Будем заправляться в Москве. Дальше дифференцированный налог. Он будет в провинции, там где две машины ездят, там будет он минимальный, либо нулевой. В Москве, где у каждой заправки по несколько сот заправляющихся в сутки, будет максимальный. Александр Петрович, тем не менее, вот вы сказали, что максимальное, на ваш взгляд, повышение будет 20 копеек. Но уже даже разговоры, еще, собственно, закон не ввели, но уже разговоры привели к повышению цен. А даже есть данные, например, максимальные муниципальные цены на бензин, то есть по которым город отпускает, по сравнению с январем, выросли на 50-70%. Мы с вами и говорим о том, что на рубль на полтора поднялись цены. То есть это как раз передавцы уже заработали свою прибыль. Это уже хорошая традиция у нас, в кавычках хорошая. Разговоры, акциз на водку не вводится никакой новой. Разговоры про новые налоги на водку поднимают цены. Это очень хороший повод для того, чтобы поднять цены. И как раз сила правительства, сила государства в том, чтобы бороться с этим ростом цен. Я думаю, интересно будет послушать другую точку зрения. К нам готов подключиться руководитель, президент Российского топливного союза Сергей Борисов. Он, кстати, контролирует Московскую топливную ассоциацию, которая держит приблизительно 80-85% бензоколонок в городе. Прокомментируйте, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, что можно сказать прежде всего о росте цен? Рост цен не связан никаким образом ни с грядущими налогами. Это не демарши участников топливного рынка. Это всего лишь навсего логический рост цен на нефтепродукты в связи с ростом цен на нефть. И ровно столько, насколько поднялась цена на нефть. А эту статистику Александр Петрович может легко запросить с любого узла учета нефтяного. Вы совершенно четко определите, что за истекший месяц, за прошлый месяц, цена на нефть поднялась примерно на 25%. Сергей Владимирович, а вот вы разделяете оптимизмом Александра Петровича, что сейчас, допустим, 93 по максимуму 4,60, будет 4,80 после принятия закона? Ну, мы посчитали, что будет после принятия закона. Это будет минимум 10-12% рост в зависимости от мощности станции. Каким образом ударит этот налог по заправочным станциям, мы можем только догадываться. Самые современные комплексы, которые имеют большое количество топливоразначных колонок, и отнюдь не рассчитаны на сверхприбыль, а просто на максимальное удобство автолюбителей, они будут страдать больше всего. То есть вы все-таки считаете неправильным этот закон? Мы считаем его вредным, просто вредным и опасным. Сегодня его принимать просто ни в коем случае нельзя. Разработчики этого налога, видимо, следовали шутке Николая Фоменко, чтобы корову больше доить и меньше кормить, нужно... Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, ее нужно больше кормить и меньше доить. Скажите, а с вами вообще правительство консультируется, когда готовятся такие законы? К сожалению, нет. Более того, я лично обращался в секретариат Александра Петровича Починка с просьбой принять специалистов, профессионалов с тем, чтобы поговорить о наших проблемах, услышать нашу точку зрения, видение этой проблемы. Но, к сожалению, мы не услышаны. Ни одно наше заявление не слышится. Александр Петрович, а вообще, как принимаются такие законы? В том смысле, что просчитывается ли... Ну, экономика же наука точная. Просчитывается ли, собственно, сколько государство получит? Конечно. Сколько реально недополучат люди, которые заправляются? И, соответственно, если посмотреть на это с другой стороны, насколько вырастут цены на другие сопутствующие товары? В том смысле, где в составляющей цены есть бензин, есть перевозка. Что заплатит за это весь народ? Вот в этом смысле. Конечно. Все расчеты делались. Первое. Цена вопроса 3 миллиарда рублей. А ценовых последствий практически никаких. А уважаемый господин Борисов в несколько раз обманывает. Пункт первый. Не надо на налог накручивать свою прибыль. Я видел эти расчеты. Понимаете, как они расчетуют? Вводится новый налог, значит, норма рентабельности сохраняется. На копейку налога они еще накручивают сколько-то копеек своей прибыли. Извините, так нельзя. Второе. У меня в секретариате ваши звонки зарегистрированы не были. Если вы хотите приходить, приходите, у нас двери открыты, будем разговаривать. Только не надо говорить о том, что вы будто бы собираетесь и готовы к разговору, а сами не приходите. Не надо так. Давайте дружить. Не будем полемизировать, но... Нет, почему давайте полемизировать? Не полемизировать на предмет того, звонил я или не звонил. Нет, на предмет все-таки того, где прибыль, а где себестоимость. Давайте все-таки, Александр Петрович, мы готовы вам показать наши расчеты. Сверхприбыли у автозаправочных станций сейчас нет. Другой вопрос. Вы правы, что рынок до конца еще цивилизованным не стал, и к этому нужно вместе стремиться при нормальном диалоге предпринимателей и власти. Ну вот вы встретитесь, я думаю, у вас будет возможность это обсудить. Да, кто-то... Давайте. А я назову, вот в Думе, когда будет обсуждение, только одну цифру. Сколько налогов заплатили все заправки Москвы вместе взятые за прошлый год. Хохоту будет в зале... Это будет в пятницу, да? Да, это будет вот такая маленькая цифра, что... Хорошо, хотелось бы еще успеть поговорить о налогах вообще. Последние уже многие месяцы говорится о том, что будет принят налоговый кодекс, и что будут уменьшаться ставки налога. Это действительно так? Какой налог будет уменьшаться? Вы знаете, сейчас скоро будет внесен бюджет на 2000 год. Окончательно он еще, конечно, не готов, он будет обсуждаться с правительством. Но ясно, что с его внесением будет и продолжаться налоговая реформа. Сейчас трудно предугадать, как дело пойдет. Ясно, что в этом году будут разрешены дополнительные изъятия из прибыли. Ясно, что в этом году будут запущены инвестиционные льготы по налогу на прибыль. Я бы лично, что бы очень хотел, чтобы в следующем году были снижены налоги с оборота, они очень тяжелые, это можно реально сделать. Можно еще посмотреть, где снижать налоговый день. А вот по доходной. В прошлом году минимальной ставкой в 12% облагался доход в долларах 333 долларов в год. Сейчас 1304, это означает, что доход больше 100 долларов в месяц является уже сверхдоходным. Понимаете, вообще ставка по доходному налогу сейчас несправедливая. И очень правильно, что и специалисты Минфина здесь работают, наши специалисты здесь работают. Мы попробуем предложить другую шкалу. Да, кстати, вы сказали, что можно увеличить на 80-90 миллиардов рублей доходы бюджета, усовершенствуя систему сбора по доходному налогу с физических лиц. При снижении ставок, как ни парадоксально. Понимаете, вот сейчас, для того, чтобы вам получить рубль зарплаты, ваши финансисты должны заплатить подоходный налог за вас, 35, а с первого на следующий год 45%, отчисление в 4 фонда, пенсионный, сострах, медстрах и так далее. И набирается 80 копеек с рубля. Так соблазн платить слева в конвертике уж слишком велик. И по всей стране так. У нас половина доходов граждан не облагается налогом именно потому, что они не выдержат предприятия легально платить налог. Поэтому снижение ставок, и отсюда может быть вполне рост поступлений. До какой цифры снижение ставок? Вы знаете, базовая ставка должна быть такой же небольшой, как сейчас, в пределах 13-15%. И, будь моя воля, я вообще бы сделал максимальную ставку где-то 20-25%. И, соответственно, понизил все шкалы. Но, я думаю, на такой радикальный шаг депутаты не пойдут. Можно хотя бы сейчас увести 45% на 35%. Уже было бы легче. И снизить отчисление во внебюджетные фонды. Уже было бы легче. У меня, кстати, симпатичная идея Эдуарда Роселя. Легализовать вообще все доходы, полученные до какого-то определенного момента. Ее, кстати, поддержал Сергей Степашин. Как это можно реализовать? Эта идея уже несколько лет. Она обсуждалась в разных вариантах. Ее высказывали все, и Роселя, и Немцов. Но не готовы мы к амнистии. Понимаете, амнистию надо делать в ту секунду, когда люди поверили государству. Потому что ее можно сделать один раз. Потому что, если сделать и опять государство надует, уже повторно не получится. Поэтому, когда мы будем уверены в себе, когда все поверят государству, и государство докажет, что оно честная работа с гражданами, вот в этот момент, да, нужно проводить амнистию. Учитывая, 18 августа, когда это может произойти? Ой, не знаю. Хотелось бы, чтобы побыстрее. Пока государство расплачивается по своим долгам. Четче стало платить зарплату и пенсии. Но все равно я вижу, что многие из тех, кто слушает нас, очень сильно, наверняка, сейчас ухмыляются, слушая этот разговор. Надо еще поработать и четко выполнять свои обязательства. А там посмотрим. По мнению Степашины, 50% налогоплательщиков скрывают свои налоги. Так что, конечно, бороться с половиной стороны, это перспективы безнадежные. Конечно, убеждать надо. Давайте попробуем успеть, чтобы наши телезрители задали свои вопросы. Мне бы хотелось узнать у вас, как налоги на землю при усадебных участках, увеличатся они или как это самое. Уменьшаться, естественно, не будут. Это понятно. А вот на сколько они увеличатся и когда, вот это было бы интересно узнать. Увеличиваться вообще сейчас не будут. Те же останутся. И если успеем, еще один вопрос. Так, не успеем. Давайте я спрошу лучше про все-таки закон о налогах по заправочным станциям. Хочу вас обоих сегодняшних гостей спросить. Какой-то компромисс вашей позиции возможен при принятии этого закона или нет? Конечно, возможен. Возможно, корректировка этого налога, превратить его в окончательный налог на вмененный доход, а с более четкой регулировкой по территориям. Где можно взять больше, больше. Где нельзя взять, где действительно тяжело тем же заправочным станциям, меньше или почти нулевой. Сергей Леонидович, такой компромисс устроит? Мы считаем, что этот закон ни в каком виде принимать нельзя. Сергей Леонидович, нужен компромисс. Компромисс такой. Правильно сказано было. Налог на вмененный доход. Он нормальный, он разумный. Он с хорошими, справедливыми поправочными коэффициентами. Он учитывает всю специфику нашего бизнеса. И в зависимости от территории расположения станции, мощности станции, производительности и так далее. Тем более, несколько регионов уже Тула и Татарстан уже ввели этот налог. И ребята говорят, что это нормально, легко с ним работать. Но правительство отказалось от этой идеи. Почему? Сейчас посмотрим, подумаем. Кстати, налоговая нагрузка в Татарстане не выше той, которую мы предлагаем вести. Посмотрите внимательно. Итак, все-таки все решится голосованием. Конечно. Помочь тем, кто заправляет, мы не можем. Почему? Я очень надеюсь, что те, кто будет голосовать, учтут интересы тех, кто заправляется, прежде всего, а их большинство. Ну и те, кто заправляет, их поменьше, конечно, но их интерес тоже нужно учитывать. То есть, даже когда будет принят этот закон, возможно, коррективы, судя по тому, что вы сказали. Ну, закон будет реализован в том варианте, в котором он будет наиболее удобен, я думаю. Спасибо, Александр Петрович. Еще, я думаю, главная задача нынешнего правительства, о чем мы, кстати, сейчас успели поговорить, это сделать людей союзниками своей экономической политики. И сделать это можно, собственно, начиная как-то объясняться с людьми. Например, здесь и сейчас. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ.